привет дорогие друзья я много говорю много рассказываю и вообще много обращаю вашего внимания к вопросам питания это важная тема как говорится ты есть то что ты ешь с этим сложно поспорить потому что термодинамика организма устроена так что организм постоянно обновляется то есть постоянно входит поток вещества постоянно выходит из организма поток вещества это и пища и еда и воздух поэтому если говорить о питании то надо не забывать о правильном дыхании но сегодня чистое питание есть такой термин у меня уже прижился он в народе всем понравился хотя мне стало удивительно почему такой сложный термин вдруг так понравился в народе термодинамическое питание вроде как ну физический термин но людям нравится вот меня спрашивают ну скажите что такое термодинамическое питание чем она отличается вот от кето диеты или как ее по модному называет low carb high fat да мало углевода много жира перевод с английского ну здесь что ответить во первых все абсолютно системы питания диеты там и так далее они оперируют только составом продукт продуктов их количество составом продуктов понятно белки жиры углеводы сколько того сколько всего там и так далее количество продуктов это обычно ограничивается калорийностью 1300 калорий не больше там и так далее нету никакого абсолютно внимание к тому о том как как должна пища готовится в каком виде принимать в горячем в холодном там и так вот с точки зрения термина термодинамическое питание или упрощенное я называю питание жизни такой есть это равноценное понятие то есть это просто укороченный укороченный и более такой красочный термин до подобрал я питание жизни так называется кстати мой видео курс посвященный питанию это такой курс которым все абсолютно вся информация теоретическая практическая содержится все что касается продуктов как готовить там и так далее то есть все же касается питания но можно с двух сторон вот этот термин рассмотреть термодинамическое питание с первой стороны это чисто вот разобрать его по полочкам ну значит состоит из двух слова термодинамическая да то есть термо это какая термо обработка должна быть динамика это говорит о том в этом термине что одного питания недостаточно должно быть обязательно движение я обычно рекомендую ко всем моментам связанным с питанием моим которые я рекомендую применять хотя бы ходьбу там не говоря уж о специализированных каких-то формах движения хотя бы вот ходьбу там ну хотя бы минимум полчаса в день интенсивной ходьбы на дорожке на беговой или там на степпере или на эллипсе вот лучше всего дорожка беговая там или просто по улице интенсивно гулять или по лесу еще лучше у кого есть возможность по полю по разным природным местам но это не у всех есть возможность у кого на худой конец никакой возможности нет хотя бы ходьба на месте то есть этот термин отражает суть да то есть динамика важно поэтому и что касается термообработки то здесь я сторонник не сильного приготовления особенно продуктов связанных с белком то есть если мясо то оно должно быть там с кровью грубо говоря или не сильно пережарены почему потому что чем сложнее пища вот если вы белок обрабатывать сильно термически мясо жарите там до состояния пока там не распадется там на волокна или варите тогда то это упрощает то есть фактически мышечный белок любил другой белок который вы готовите он становится вот эти спирали белковые они растягиваются упрощаются и дробятся на кусочки которые потом организм легко усваивает а если вы менее сильно обработанный белок например употреблять то при этом у вас не происходит такого упрощения изначальной природной белковой молекулы и организму чтобы переварить необходимо потратить достаточно много энергии в виде образования ферментов кишечных в виде того чтобы переварить это все да то есть это все требует энергии организм тратит энергию чтобы ее усвоить и вот эта трата энергии это тоже движение только на уровне уже веществ на уровне клеток на уровне кишечных ворсинок там кишечного пищеварения пристеночного и тогда тоже форма движения мы тогда организм заставляем работать подспудно плюс сам момент не принимать пищу горячую вот я сторонник принимать пищу чем более холодном виде тем лучше потому что организму нужно потратить опять же энергию для того чтобы ее нагреть очевидный момент тратит энергию чтобы нагреть значит опять совершает движение определенное в виде улучшения кровотока на клеточном уровне улучшается движение в организме потому что организм это есть беспрерывное движение клеточной массы внутри тела который мы не замечаем но которая есть который происходит и благодаря которым мы остаемся неизменными так долго в этом внешнем агрессивном мире то есть два момента готовить бережно да не перегревая не переготавливая не денатурируя пищу это касается белковой пищи это касается пищи прежде всего еще и углеводистой потому что например если вы берете морковку обычную то если вы ее в сыром виде употребляете принципе это неплохой продукт полезный для организма если же вы ее сварите то это фактически по гликемическому индексу будет то же самое что вы съели вот сколько весит морковка вот примерно там возьмите там в два раза меньше чистого сахара съели что запрещено в термодинамическом питании то есть продукты углеводистые при приготовлении они повышают свой гликемический индекс то есть свою способность повышать уровень глюкозы в крови поэтому применительно к ним тоже это правило работает вот я надеюсь понятно да то есть вот эти моменты по приготовлению и движение обязательный элемент если же с другой стороны посмотреть на этот термин что я подразумеваю термодинамическое питание это не какая-то диета это в отличие от всех остальных систем питания это свод знаний свод знаний по тому как работает физика организма свод знаний потому как пользоваться разными типами диет есть неплохие дети в том числе например low carb high fat питание или кетодиета как его называют или например есть диеты которые называются low carb low fat то есть там и мало жира и мало углеводов больше на белок ориентации одна из самых известных таких диет это диета дюкан и вот например в видеокурсе питание жизни мы разбираем с вами как именно применять в каких случаях какие виды диет то есть эта система знаний которая позволяет вам выбрать правильное направление что например диету дюкана то же самое можно и нужно применять но надо знать как когда и применять в каких случаях и на каком этапе я например сторонник применения на первой ступени вашего вхождения в питание жизни в питание здоровья применять систему кета диета или low carb high fat на втором этапе если вы хотите добиться определенных результатов более внушительных можно периодами короткими применять ту же самую например диету дюкана но там есть много и других диет которые тоже очень нужны в разных ситуациях для того чтобы знать вам как их применять вам нужно иметь систему знаний и прежде всего понимать как работает физика организма вот это и дает моя система термодинамического питания прежде всего это не просто способ приготовления движения там и так далее это знание вот будут у вас голове знания вы с любыми продуктами на любой кошелек там будь он у вас не очень туго набитый этот кошелек да то есть вы не можете себе позволить дорогие продукты или наоборот у вас кошелек такой что можете все что хочешь себе позволить да ну это тоже кстати проблема достаточно большая потому что человек вроде имеет деньги что есть не знает просто физически бросается из диеты в диету думать чем дороже если чем куплю там буду ей пить там молоко буйволицы да и все у меня будет хорошо да и чего а толку никакого нет тоже нет знаний глобальность нет понимания видения ситуации сверху когда я люблю всегда посмотреть сверху на проблему ну вот вроде как пояснил так вот как я это вижу и чтобы все было понимание в голове кто хочет как бы больше глубже узнать ну под видео будет ссылка на тот самый курс питания жизни про который я говорил действительно там бы получите эти знания получите необходимые там понимание в том числе знание потому какие продукты есть они даже не слышали раньше что такие продукты то есть я не обращали на них внимание идете мимо он оказывается нужен вам этот продукт вот поэтому пользуйтесь применяйте и будьте всегда здоровы счастливы и хорошо чтобы вы выглядели и радовались и когда смотрели в зеркало чтобы вы себе нравились и себя любили будьте здоровы люблю целую с вами был доктор шишонин пока подпишитесь на наш канал чтобы не пропустить новое видео для этого нажмите кнопку подписаться под этим видео после того как вы нажали подписаться вы подписаны нажмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту выберите получать все уведомления и сохранить также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора шишонина клуб бывших гипертоников доктора шишонина видеофильмы доктора шишонина запись на бесплатное обследование в клинику будьте здоровы